Мой короткий достаточно опус по поводу мигрени и возрасту. Нужно сказать, что мигрень относится к первичным головным болям, вы это все прекрасно знаете. И вот на этом слайде я обозначила возраст, в котором наиболее активно проявляются первичные головные боли. И вот здесь уже есть дифференциация, что мигрень все-таки это молодая головная боль. Она начинается с подросткового возраста и процветает до 40-летнего, 45-летнего фертильного возраста. Головная боль напряжения – это уже более-менее пожилая головная боль. То есть она больше склонны именно люди, к которым ставится, кстати, дисциркультурная цифалопатия, но на самом деле у них головная боль напряжения. Кластерная цифалгия – здесь идет отличие гендерное. Это мужская головная боль, андрогенная головная боль. И она цветет в 45 лет – самый такой пиковый период у кластерной цифалгии. Ну и есть еще редкие головные боли, которые, наоборот, тоже молодые, как мигрень. Дальше нужно сказать, что мигрень, как головная боль, существенно ухудшает качество жизни пациента. И вот на этом слайде показано, что мы знаем, что самая распространенная головная боль какая у нас? Самая распространенная. Головная боль напряжения. Первичная головная боль – 92% в популяции. Но если мы возьмем головную боль, с которой обращаются к врачу и даже приходят не просто к врачу-терапевту-неврологу, а к цифалгологу, то тогда здесь чаще будут пациентов с мигренями, потому что мигрень – это более тяжелая головная боль. И вот, наверное, самый главный мой слайд. Это касается возраста мигрени. И мы видим, что мигренозные возрастные годы, как говорится, это возраст, свойственный для мигрени. Женщины и мужчины, они переживают по распространенности немножко разное, потому что понятно, что у женщин чаще встречается. Но по возрасту мы видим, что наиболее активный период жизни от 20 до 45-42 лет – это самый яркий, активный возраст процветания мигренозной головной боли. И дальше, вы видите, идет спад. Вместе, как говорится, с климаксом головная боль, мигрень уходит от человека или трансформируется в другие головные боли. Как правило, мигренозная головная боль – это особое состояние мозга. И мы знаем, что человек наследует это, имея определенный полигенный тип наследования. То есть он с рождения уже склонен, тропен к этой головной боли. И в детстве детки переживают эти мигренозные эквиваленты, мигренозные головные боли в виде других состояний. У них в классификации они называются циклические рвоты, абдоминальные боли. То есть дети не могут ассоциировать это с головной болью. Но у них тоже боль и та же мигрене, тот же приступ, но ассоциируется он с болями в животике и с рвотами. И дальше, получается, мы должны, если ребенок периодически приезжает в хирургическое отделение, и в хирургии ему, соответственно, все время говорят, ну нет у вас никакого аппендицита, никакой желудочно-кишечной патологии, езжайте домой, а у него рвоты и боли в животике. Значит, соответственно, ждите, спросите у родителей, нет ли мигрени. И, как правило, есть мигрени или у папы, или у мамы, и, соответственно, дальше этот ребеночек трансформируется в стадийную обычную мигрень. Мигрень – это стадийные заболевания, 4 стадии выделяют. Первая стадия – продрома, потом идет аура, потом сама головная боль и поздрома. Ну, не у каждого первого, все 4 стадии проявляются. У кого-то есть только, например, продрома, тоже такое бывает. Вообще нет ни ауры, ни головной боли, а только вот такая дисфория в некоторые приступы. А в другой приступ у человека развивается и более серьезная симптоматика. Если по классификации выделяются мигрени с аурой, то тогда, получается, у человека развивается аура, такая, скажем, предстадия головной боли до 60 минут, когда у человека есть различные клинические симптомы неврологически обратимого характера. Чаще всего зрительные феномены возникают в поле зрения позитивные зрительные галлюцинации. Дальше получается, это сама стадия головной боли, и у нее есть четкие характеристики. У нас для постановки диагноза есть очень хорошие клинические критерии. 2018 год, пересмотрена последняя классификация. И вот эта головная боль, которая имеет четкую временную характеристику от 4 до 72 часов. И, естественно, вместе с этим у человека, как правило, развиваются дополнительные симптомы. А дополнительные симптомы – это фоно- и фотофобия. И вы знаете, такая ситуация, что во время приступа практически у 80% есть и фото- и фонофобия. Вне приступа тоже есть. Не болит голова, а человек заранее знает, что не переносит те или иные запахи. Ему неприятно смотреть на мелькающий свет. И у 100% пациентов, имеющих мигрени, вне приступов есть феномены избегания. Они не любят смотреть на яркий свет, они не любят, когда рядом кто-то очень остро пахнет. Некоторые парфюмерию не переносят, говорят, я здесь не могу находиться, дым табака и так далее. Значит, ну и пост дрома, который может длиться до двух суток, которые могут проявляться, как правило, состоянием остыней, когнитивных нарушений или эмоционально-дисфорических симптомов. Нужно сказать, что провоцирующие факторы мигрени, если мы посмотрим, они говорят о том, что это молодая головная боль касательно возраста. Потому что, ну что, во-первых, это секс, во-вторых, это недостаток сна, это какая-то активность, это менструация у женщин, беременности. И, соответственно, вот большинство вот этих факторов, это все-таки активные факторы молодого возраста. Но здесь есть и факторы, связанные уже с более возрастными категориями лиц, чуть позже о них мы переговорим. Но самое важное, что, как правило, если человек имеет мигренозную головную боль, его головная боль сначала приступообразная, то есть это приступы разные по частоте, отсюда рождается тяжесть головной боли. И если головная боль становится все чаще и чаще, она может трансформироваться даже в хроническую. И вот здесь показано, как по возрасту наиболее часто происходит трансформация эпизодической мигрени приступов в хроническую мигрень практически с ежедневными головными болями. Это, как правило, происходит у людей 40-45-летнего возраста. Почему, нужно сказать, почему в этом периоде наиболее часто происходит трансформация? Потому что именно в этот период у человека наиболее активная нагрузка, а собственной силы организма адаптация уже снижается, и он не может перенести эту нагрузку. И, естественно, вот эти факторы, которые относятся к хронизации, это сам возраст. С возрастом хронизация мигрени более реальна. Ну и, конечно, у женщин чаще хронизируется. Дальше, если человек изначально имел частые приступы чаще, если это человек высокообразованный, урбанистический, в городе проживает, то больше факторов, что у него будет хронизация, ну и травмы головы, а также модифицируемые факторы, которые, по сути говоря, практически у всех головных болей есть. Это депрессия и другие эмоциональные нарушения. Нужно сказать, что мигрень не просто так головная боль. Это не какие-то бирюльки, это не просто состояние, это всегда серьезная ситуация. И на сегодняшний день доказано, что с течением мигрени происходит структурное изменение в мозге. Эти структурные изменения, они, можно сказать, дают нам немое изменение белого и серого вещества с формированием структурных очаговых изменений и атрофических изменений головного мозга с изменением количества серого вещества. То есть провоцируют нарастание в дальнейшем когнитивных нарушений. Это очень известный слайд о патогенезе мигрени. Бессловно, самым главным фактором является сенситизация волокон тройничного нерва и выброс болевых медиаторов, которым изначально, если вспомним мы с вами, 19-е годы относился серотонин, дальше это уже CGRP, то есть вот этот кальцетонинген, родственный фермент, который активно изменяет болевую чувствительность, приводит к гипервозбудимости болевых структур и вызывает непосредственно феномен головной боли. В связи с этим, конечно же, есть конкретные лекарственные препараты, которые вошли в клинические рекомендации, имеют уровень высокой, доказательности по купированию самих приступов мигрени. Это простые анальгетики, которые будут нестероидные, в основном противовоспалительные препараты, аспирин и парацетамол, и триптаны, которые имеют уровень доказательности А. И вторая группа – это комбинированные анальгетики и противоработные средства, которые имеют уровень доказательности В, но применяются при непереносимости выше обозначенных препаратов. Дальше же, если это хроническая мигрень или частые приступы мигрени, то тогда у нас вступают обязательные назначения профилактических препаратов для купирования мигренозных приступов. И самым доказательным под уровнем А у нас находятся бета-блокаторы, сортаны туда попали, антиконвульсанты и ботулинический токсин, который, соответственно, вы видите, что он же относится и к лечению хронической мигрени вместе с топироматом и новыми моноклональными антителами. Уровень В имеют антидепрессанты, которые ингибируют болевую чувствительность, то есть это трициклики либо двойного действия препарата. Также к уровню В относятся для профилактических назначений препараты для длительного действия два раза в день, нестероидные и противовоспалительные, в частности, на проксен есть исследования, клинические два, и препараты, которые не являются неселективными, это бисопролол. Дальше, продолжаются препараты, которые в практике рутинной получили некую доказательность и имеют и достаточно часто применяются при мигрене пациентами, которые, как бы сказать, не сторонники таких, скажем, высокодоказательных препаратов. Также у нас есть монокональные антитела, которые на сегодняшний день имеют уровень доказательности А и, слава богу, доступны для наших пациентов с вами. Но, возвращаясь к мигрене и возрасту, нужно сказать, что мигрень – это то заболевание, которое как раз течет в течение жизни по возрасту и имеет определенные моменты, начинаясь в подростковом возрасте, процветает в активном молодом фертильном возрасте вместе с фертильным возрастом самого пациента, самой пациентки. Ну и, конечно же, дальше с течением возраста появляются так называемые мигренозные эквиваленты. И вот нужно сказать, что мигрень, как пациопатология, это заболевание, которое очень много имеет коморбидных расстройств. Вот обратите внимание, нижняя группа, которая добавлена жирным шрифтом, это коморбидные заболевания, которые добавлены последние 6 лет. Последние 6 лет. То есть их раньше не было. Определено, что пациенты имеют эти коморбидные заболевания. И вот красненьким выделены именно те заболевания и ИБС еще, те заболевания, которые начинают превалировать у пациентов и даже замещать мигренозные, истинные мигренозные головные боли у пациентов с возрастом. И поэтому очень важно сказать, что у нас есть так называемый интереснейший синдром Фишера. Это мигренозное сопровождение лиц старшего возраста. Когда истинная мигренозная головная боль уходит, а возникает схожая с мигренозной аурой клиническая картина, которая, по сути говоря, является как бы транзиторной ишемической атакой. Вот посмотрите, хоть это не так много, всего до полутора процентов, но все-таки это лица старшего возраста, и они поступают в приемное отделение сосудистых больниц. Значит, посмотрите, критерии синдрома Фишера более двух эпизодов зрительных нарушений, парастезии, которые маршируют по типу джексоновского сенсорного марша, и наличие головной боли не всегда в 50%, длительность приступа до 30 минут, полная обратимость и отсутствие каких-либо нейрорезуляционных критериев. То есть, по сути говоря, очень похоже на транзиторную ишемическую атаку. И поэтому, если у пациентов уже мигрень позднего возраста, и есть вот такие феномены, которые связаны дополнительно с коморбидными заболеваниями, или синдром Фишера, то здесь, конечно, нужно дополнительно к стандартным препаратам, применяющим в клинических рекомендациях, применять препараты для улучшения вазоактивных, антиоксидантных средств, и в частности препарат Церетон, который обладает полимодальным действием и улучшает как нейромедиаторные феномены, так и восстанавливает и поддерживает когнитивные, двигательные, эмоциональные функции. И Сергей Анатольевич представил, что я из Перми, действительно, я рада вас приветствовать и приглашаю к нам в гости в город Пермь. Можно онлайн поучаствовать в конференции, которая у нас будет очень большая, на 3 дня, более 100 докладов, 8 стран-участников, поэтому приезжайте в Пермь или подключайтесь к нам, я обязательно организаторам передам наши позывные, как подключиться на нашу конференцию. Спасибо за внимание.